В жизни мы часто сталкиваемся со списками. Список студентов, марок машин, значений функций, элементов HTML-документа и тому подобное. Так вот, для хранения упорядоченных коллекций существует особая структура данных, которая называется массивом. Обычно массивы в Яоскрипт задают с помощью литерала квадратных скобок, в которых перечисляются элементы массива через запятую. Например, так. 1, 2, 3, 4 и так далее. Вот здесь вот мы с вами создали одномерный массив, который состоит из четырех чисел. 1, 2, 3, 4. Теперь мы можем присвоить этот массив какой-либо переменной. И теперь через эту переменную мы можем работать с этим массивом. Массивы в Яоскрипт это объекты. Объекты определенного рода. И мы с этими объектами сегодня с вами будем работать. Для того, чтобы обратиться к определенному элементу массива, используется вот такой вот синдексис. Сначала пишется имя массива, то есть та переменная, которая на него ссылается. А далее в квадратных скобках указывается индекс элемента. Что это такое и как это все работает. Давайте, например, выведем в консоль вот этот первый элемент. Это можно сделать таким образом. Мы пишем имя массива R. И далее в квадратных скобках указываем его индекс. Обратите внимание, индекс первого элемента массива всегда равен нулю. Соответственно, индекс второго элемента 1. Здесь будет 2. Здесь будет 3. Вот это нужно помнить. Индекс первого элемента начинается с нуля, а не с единиц, как мы это привыкли в реальной жизни. Итак, обновляем наш документ и видим, что в консоль выведены единицы. То есть мы вывели первый элемент массива. По аналогии мы можем вывести все остальные элементы. R от 1, R от 2 и R от 3. Обновляем документ и видим все наши 4 элемента. Если мы будем выводить какой-нибудь несуществующий элемент массива, то ошибки не произойдет. Мы просто увидим значение undefined. Массивы могут содержать не только числа. Они могут содержать, например, строки. Вот так вот. И тогда, если мы будем выводить эти строки, то, соответственно, увидим яблоко, апельсин, слива. Ну и здесь undefined, потому что последние 2 элемента не существует. Любой элемент массива можно также изменить. Например, если мы хотим изменить апельсин на грушу, то это можно сделать так. Прописать, что для второго элемента у него индекс будет единица. Мы присвоим новые значения, а именно груша. И теперь, если мы выведем в консоль это первое значение, то вместо апельсина увидим груша. А если выведем весь массив, вот так вот, то мы видим, что он состоит из 3 элементов. Яблоко, груша, слива. Хотя изначально здесь был апельсин. Вот так вот можно менять любой элемент массива. Также в массив можно добавлять новые элементы. Например, мы хотим добавить здесь следующий элемент лимон. Как это сделать? Мы знаем, что вот индекс этого последнего элемента, который существует в нашем массиве, равен 2. Потому что яблоко 0, апельсин 1, слива 2. Значит, мы можем в элемент массива под индексом 3 присвоить следующий элемент. Пусть это будет лимон. Тогда при обновлении документа мы здесь увидим следующий элемент лимон. Вот так вот автоматически в массив добавляется элемента. Так как массивы являются объектами, то у всех массивов есть свои свойства и методы. Одним из полезных свойств массива является свойство лимонс. Длина. Она принимает значение максимального индекса элемента плюс 1. То есть, например, для нашего массива r, который состоит сейчас из 4 элементов, свойство лимонс будет равно 4. Потому что индекс последнего элемента 3, прибавляем 1, получаем 4. Выведем это свойство в консоль, обновляем документ и видим 4. Теперь, используя вот это свойство, мы выведем все элементы нашего массива через цикл. Мы берем стандартный цикл for, делаем счетчик. Вот этот счетчик i будет пробегать индексы элементов нашего массива, начиная с нуля и заканчивая лимонс минус 1. Здесь стоит знак меньше. Ну и далее в консоли мы выводим каждый элемент этого массива, используя вот такой вот синдексис. r от i, то есть обращаясь к и тому элементу этого массива, сначала мы к нулевому обратимся, потом к первому, потом к второму и потом к третьему. И все эти элементы выведем в консоль. Обновляем документ и видим все наши элементы массива. Обратите внимание, что вот это свойство лимонс это не число элементов массива в привычном нам виде. Например, если в наш массив добавить вот такой вот элемент, вот с таким вот индексом, так тоже можно делать, то вот этот вот лимонс будет принимать значение 1000, хотя в нашем массиве всего 5 элементов. Далее к этому моменту мы еще вернемся. В javascript вот это вот свойство лимонс можно задавать вручную. Представим, что у нас имеется вот такой вот массив чисел. Соответственно лимонс этого массива равна 5. Если выведем в консоль, то увидим значение 5. Но это свойство мы можем менять вручную. Например, прописать следующим образом. digAtLens равна 3. Что в этом случае произойдет? В этом случае наш массив будет содержать только три элемента. То есть вот эти вот первые три. Если мы теперь выведем массив в консоль, то увидим только эти три элемента. Но может быть эти два элемента продолжают существовать и просто находятся в тени? Давайте посмотрим. После того, как мы уменьшили длину, увеличиваем ее и снова выводим наш массив. Обновляем документ и видим, что последние два элемента не существуют. То есть уменьшая вот это вот свойство лимонс любого массива, мы на самом деле удаляем его последние элементы. Язык javascript организован таким образом, что массивы могут содержать самые разные данные. Например, вот так вот. То есть элементами массива могут быть самые разные данные. Причем массив не обязательно записывать на одной строке. Можно его прописывать и вот так вот, в несколько строк. Это будет одно и то же. Чтобы убедиться, что массив стоит действительно из таких элементов, давайте возьмем вот этот вот объект. Он находится по индексу 1. И выведем в консоль его свойство name. Обновляем документы и видим в консоли вот это вот имиджо. Итак, массивы в javascript это особого вида объекта, которые предназначены для работы именно с упорядоченными коллекциями данных и оптимизированы для работы именно с упорядоченными данными. И здесь ключевое слово это упорядоченные. Дело в том, что движок javascript старается хранить элементы массива в непрерывной области памяти, один за другим. И это один из способов оптимизации. Но мы можем эту оптимизацию легко нарушить, если не будем рассматривать массивы именно как массивы. Вот давайте представим, что у нас есть вот такой вот пустой массив. А затем мы куда-то там далеко ему присваиваем вот сразу вот такой вот элемент вот по такому индексу. Технически все будет работать. Но это уже не упорядоченная последовательность данных, потому что здесь предыдущих индексов не существует. И такой массив будет уже не оптимизирован и работать медленнее. Или же если мы массив будем рассматривать как объект и создавать у него какие-нибудь свойства, то оптимизация здесь тоже будет теряться. Или же если мы будем заполнять массив с конца, например сотовый индекс, а потом на 99 индекс перейдем, потом на 98 и так далее до нуля, то такой массив тоже не будет оптимизирован. Во всех этих случаях движок javascript будет полагать, что мы работаем с массивом как с обычным объектом. И оптимизация будет отключена. Поэтому если уж мы решили использовать массив как массив, то нужно его использовать по назначению и заполнять однотипными данными и по порядку. Но давайте вернемся к вопросу о переборе элементов массива. Один из способов мы уже с вами рассматривали. Это обычный цикл for, который использует слово lens, и мы перебираем все эти элементы и выводим в консоль. И это у нас выглядело вот таким вот образом. Если мы обновим документ, то увидим все эти элементы. Но есть и второй способ перебора с помощью цикла for of. Давайте его здесь запишем. Мы пишем ключевое слово for, потом задаем внутреннего переменную, которая на каждой итерации будет принимать значение текущего элемента. То есть сначала value будет принимать значение яблоко, потом апельсин, потом груша. А после оператора of мы как раз указываем тот массив, который перебираем. Ну и здесь вот в консоль мы выводим каждый элемент. Обновляем документ и видим все то же самое. Обратите внимание, мы используем цикл for of для перебора элементов массива. Если вы вспомните предыдущие занятия, то мы использовали цикл for in для перебора свойств какого-либо объекта. Вот так вот. На самом деле и for in можно было бы использовать для перебора элементов, но цикл for of будет работать быстрее, так как он оптимизирован для работы с массивами. Поэтому здесь нужно запомнить. for of для массива, а for in для перебора свойств объектов. Но у этого вот цикла for of есть один недостаток по сравнению вот с этим предыдущим циклом. То есть они все-таки немножко отличаются. В чем отличие? Дело в том, что когда мы задаем вот так вот переменную, то каждый элемент из вот этого массива буквально копируется в переменную value. То есть мы выводим в консоль не сам элемент, а его копию. И в этом легко убедиться. Если вот мы выше запишем вот такой вот цикл, то это никак не скажется на самом этом массиве. Обновляем документ и видим, что в консоль у нас вводятся все те же самые данные. Это вот как раз и говорит о том, что value содержит копию элементов массива, а не сами элементы. А вот в этом цикле мы как раз работаем с самими элементами, а значит мы можем их менять. Допустим, мы можем сделать таким образом. Прописать сначала цикл вот так вот, а потом вывести его в консоль. Получим все три значения none. То есть вот с помощью этого цикла мы смогли изменить значение всех его элементов. Теперь рассмотрим некоторые методы массивов. И первые два метода, это будут методы push и pop. Они позволяют добавлять и удалять последний элемент из массива. Предположим, у нас есть вот такой вот массив, и мы хотим в него добавить еще элемент. Конечно, это можно сделать уже знакомым нам способом, вот так вот. И тогда вот этот вот последний элемент будет груша. Но при таком подходе нам здесь приходится указывать индекс следующего элемента. Ну хорошо, можно немножко модифицировать и написать даже вот так вот. Но такая запись тоже не очень хорошо воспринимается. Часто для добавления именно последнего элемента используется метод push. А именно вот так вот. Вот эта последняя строчка, она полностью эквивалентна вот этой вот предыдущей строчке. Но записано короче и смотрится понятнее. Теперь если мы выйдем в консоль наш массив r, то увидим следующие элементы. Яблоко слева груша. То есть груша была добавлена как последний элемент этого массива. Для удаления последнего элемента массива используется метод pop. А именно так. r от pop. В этом случае вот этот вот последний элемент груш, который мы добавили, он будет удален. Обновляем наш документ и видим, что теперь массив состоит всего из двух элементов. То есть мы последний элемент добавили и тут же удалили. Причем вот этот вот метод pop, он возвращает последний удаленный элемент. То есть формально мы можем его прописать вот так вот. Какой-либо переменной присвоить значение удаленного элемента. Ну и соответственно вот этот вот удаленный элемент можно вывести в консоль. Обновляем наш документ и видим, что наш массив состоит из двух элементов, а удаленный элемент был груша. Следующие два метода, которые есть у массива, это shift и unshift. Они позволяют добавлять и удалять, но уже первый элемент массив. Предположим, у нас есть вот такой вот массив. И мы хотим удалить вот этот первый элемент. Это делается с помощью метода shift. Вот так вот. Выведем этот массив в консоль и убедимся, что действительно было удалено яблоко. Да, видим, что здесь остался апельсин и груша. Яблоко было удалено. Причем, когда shift удаляет элементы, то он сдвигает все эти элементы как бы в начало массива. И тогда апельсин уже имеет индекс 0, а груша индекс 1. То есть структура массива здесь не нарушается. А если мы хотим добавить первый элемент, то используется метод unshift. Например, вот так вот. Мы добавим персик перед апельсином. Обновляем документ и видим персик, апельсин, груша. Вот, в JavaScript на базе этих четырех методов можно создавать определенные очереди. Например, очередь FIFO. Первым вошел, первым вышел. Он делается с помощью двух методов push и shift. То есть push добавляет последний элемент, а shift извлекает первый. В результате получается вот такая вот очередь. А с помощью методов push и pop можно реализовывать такую структуру данных, как stack. Когда мы добавляем последний элемент и извлекаем последний элемент. Ну и здесь последний элемент можно рассматривать как вершину стека. Причем вот эта вот вторая очередь будет работать быстрее, чем вот эта вот первая. Почему? Дело в том, что вот эти вот методы push и pop работают именно с последними элементами и делают это весьма эффективно. Все, что им нужно, это просто добавить и удалить вот этот последний элемент. Больше ничего. А вот функции shift и unshift работают, как правило, заметно дольше. Так как при удалении первого элемента им необходимо сдвигать все последующие элементы на место вот этого вот удаляемого первого элемента. Ну и то же самое, когда работает функция shift. Она должна сначала сдвинуть все существующие элементы вправо на один элемент. И только потом вот сюда вот, в освободившееся место, добавить новый элемент. Именно поэтому вот эти функции shift и unshift работают дольше. И вот это вот следует учитывать при их использовании. Ну и последнее, что мы рассмотрим на этом занятии, это многомерные массивы. Как создаются многомерные массивы? Ну, так как массивы могут содержать самые разные типы данных, то этим можно воспользоваться и создать вот такой вот двумерный массив. Смотрите, в двумерных массивах каждый элемент является одномерным массивом. Вот здесь вот первый одномерный массив, второй и третий. У нас получилась вот такая вот матрица. То есть двумерные массивы формируются на основе одномерных. Если мы выведем этот массив в консоль, то увидим следующее. Три элемента, которые являются массивами, и у них вот такое вот содержимое. Для доступа к определенному элементу массива используется вот такой синтаксис. Ставится две квадратные скобки, и в каждой квадратной скобке указывается индекс. По строкам и по столбцам. Ну, либо наоборот, в зависимости от того, как мы интерпретируем элементы этого массива. Например, вот этой записью мы вот эту пятерку меняем на ноль. И теперь, если обновить документ, то мы как раз увидим, вместо пятерки здесь ноль. Чтобы перебрать элементы этого массива, нужно уже использовать вложенный цикл forOf. Например, вот так вот. Мы сначала делаем первый цикл forOf. Он перебирает вот эти одномерные массивы. То есть вот эта вот переменная row, она будет соответствовать каждому вот этому вот одномерному массиву. Сначала первому, потом второму, потом третьему. А второй цикл forOf, он перебирает элементы вложенных массивов. И в результате мы делаем вот такой вот полный перебор нашего двумерного массива. Обновим документ и увидим вот как раз вот этот двумерный массив, представленный вот в таком вот виде. Или же все это можно сделать. И с помощью вот таких вот стандартных циклов. То есть мы сначала будем перебирать первый индекс, здесь будем перебирать второй индекс, вложенный цикл. И далее уже используя такой вот синтексис, две квадратные скобки, мы будем обращаться к соответствующим элементам этого массива. Ну и далее выводим все это в консоль. Обновляем наш документ и видим все то же самое. Ну, по аналогии можно создавать двумерный массив с самой разной конфигурацией. Вот мы с вами познакомились в целом с массивами в JavaScript и с некоторыми методами, которые позволяют добавлять и удалять элементы из массива.